Дай почитать. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах, повесть о деревенском кладбище и посланце небес, повесть о лицах потерянных и обретенных. Но чтобы понять суть происходящего, читателю следует знать, что Будда Амида в эпоху Великой Резни даровал благородный закон – убийца жертвует свое тело убитому. Это называется фукацу. И хоть действие происходит в некой стране, так похожей на Японию, люди следуют русскому правилу. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А звучит это по-восточному изящно. Ветер дует, горы стоят на месте. Не могу судить о первой книге этого детектива-фэнтези, но вторая книга – это непрекращающееся развитие событий, смена сцен, зловещие и жуткие интриги. Характеры главных героев объясняются и более подробно описываются в связи с новыми событиями. Книга подкупает, с одной стороны, таинственностью, множеством загадок, с другой – человеческими чувствами и страстями, а с третьей – высотой духа, чести и преданности. Перед героями встают непростые морально-нравственные вопросы, которые необходимо разрешить, иначе движения вперед не будет. Да, образ юного Рейдена очарователен. Образ его начальника Сэмисана незабываем, но по-настоящему неотразим и неизгладим. Образ Каона, безликого Мигеру, в прошлом Мигель де ля Росса, невероятно мужественного, преданного и опасного человека. Фукацу для жителей чистой земли опасна тем, что большинство людей не знает, что, какие перспективы и какие варианты открывает переселение. Могу сказать честно, мне жанр фэнтези детектива не близок. Но уже прочитав «Карпа и дракона», я еще дней пять находилась под впечатлением, при этом запросто говорила с окружающими о Каонах и Фукацу. Боюсь даже представить, какое у них сложилось обо мне впечатление. Гейши, цветущие сады, танки, пятистиши, самураи, чайные церемонии. Это погружение в средневековую Японию выглядело так натурально, так естественно, что забывалось о буйной фантазии и неуемном вымысле писателя. Но, дорогие слушатели, книжный сериал не закончен, все впереди. Надеюсь, что дилогией Генри Лайон Олди не ограничится. Борьба с демонами только началась. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...